Всех привет, с вами Нелис, и поскольку на моём канале достаточно долго не было новостей ГД, я естественно захотел записать новое видео. Но зайдя на ютуб, я увидел то, что большинство ГДшеров уже рассказали о новостях, которые я хотел осветить в данном видеоролике. Ну и я подумал, блин, а о чём мне теперь снимать видео, если о всём уже рассказали? Ну тут я не долго думая, просто отложил видео и начал стримить. И как вы понимаете, во время стрима мне задавали некоторые вопросы, и на один из них я сегодня отвечу. И как вы поняли по превьюшке, я заказал новый микрофон. Не буду ничего скрывать, заказывал я с Алиэкспресс. Кстати, купил я этот микрофон только благодаря вашим донатам. Реально, я вам дико благодарен, потому что вы заходили, вы смотрели стрим, некоторые даже донатили. Вот им я особо благодарен, поскольку благодаря им, у меня будет возможность снимать видео и также стримить хорошим звуком. Некоторые, возможно, скажут, что блин, у тебя аж нормальный звук на видео, но, чуваки, вы просто не знаете, с какого микрофона я сейчас записываю, это просто жесть. Его очень сильно надо обрабатывать, чтобы более-менее нормальный звук был. И теперь прикиньте, как будет звучать с обработкой, микрофон, который более-менее еще нормальный. То есть, этот микрофон, как я сказал ранее, не такой уж и хороший, но он звучит более-менее на видео. А как будет звучать нормальный, я думаю, вы можете сами представить. Ладно, давайте приступим к ответу на вопрос. В общем, один чувак, не помню его ник, правда, но он спросил, как заменить музыку в меню Geometry Dash. И поскольку словами трудно объяснить, что куда перекидывать, я решил заснять про это видео. Но мало ли, кроме этого чувака, кто-то еще задался таким вопросом и никак не может найти ответ. В общем-то, давайте я вкратце расскажу, как же это сделать. Ну, для начала надо скачать любую музыку в формате mp3, после чего переименовать ее в меню Loop. Ну, дальше просто заходим в расположение игры. Я это делаю через Steam, поскольку у меня Steam-овская версия. И вот, когда мы открыли папку игры, то просто кидаем музыку в ресурс. Ну, если загорится такое окно, которое попросит подтверждения замены файла, то вы сделали все правильно. Просто нажимаем заменить файл. Ну и после всех этих действий, если мы зайдем в игру, то у нас будет совсем другая музыка. Именно та, которую мы закидывали в файл игры. И, кстати говоря, музыку в меню я поставил в Theory of Everything 3. Именно она вышла совсем недавно, и она же будет использована в 2.2 для нового уровня. Кстати, вероятно то, что в 2.2 еще добавят вторую часть Electrodynamics, а там где будет использована, естественно, другая музыка, которая вскоре будет создана DJ Nate'ом. Откуда я сделал такие выводы? Да, все просто. Достаточно почитать Twitter DJ Nate'а. Он там писал, что Electrodynamics 2 и Theory of Everything 3 официально подтверждены рок-топом и будут использованы в новых уровнях. Ладно, ребят, все, по-моему, рассказал и с прошлой задачей мы не справились. Мы не набрали 400 лайков, зато набрали 400 лайков совсем на другом видео про баги редактора. Ну, тогда давайте попробуем тут 250 лайков набрать. Ну, блин, ну это ж не так сложно для 1000 просмотров. Просто, я не знаю, каждый четвертый ставит лайк и набирается 250 лайков при 1000 просмотрах, но это ж не так сложно. Как раз таки, когда наберется эта сумма, то я сразу же пойду монтировать новое видео. Еще чуть не забыл сказать то, что завтра в 9 будет стрим, приходите все, всем буду рад. Ну и теперь точно все. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. С вами был Нелис, всем пока.